Это один маленький шаг для человека, один маленький шаг для человека. Потому что это было все пробно, а дальше будет лучше и больше. Да, кстати, на ТикТоке я сделал небольшой подкаст, насколько тяжело на самом деле даются прямые эфиры. Ссылочки на все мои соцсети вы найдете в описании. И когда хейтеры пишут, что ой, там скучно, много там затянуто, как-то непонятно, плохой звук, плохая картинка, слишком долго. Друзья, вы попробуйте хотя бы час, вот хотя бы, даже не час, вот полчаса просидеть и проговорить без остановки на камеру, на какие-то темы. А еще я это все беру в основном из головы свопта. Я редко готовлюсь к стримам, потому что, да и вообще к видео, потому что до этого я прочитал кучу книг, посмотрел кучу фильмов, пообщался с кучей интересных людей. И на основе всех этих знаний я теперь генерю просто вам лучшие сюжеты на всем ютюбе. Так что подписывайтесь, друзья. Не забывайте, пожалуйста, и про телеграм. Там выходит обновление, повторяю, с двух каналов. Также я туда кидаю теперь стримы, анонсы стримов и сами прямые эфиры. Ну и заходите на другие соцсети, подписывайтесь, может быть вам другой формат удобнее. Все ссылочки найдете в описании. А сейчас у нас очень интересная тема, о которой вы давно просили. Погнали! Симпсоны-путешественники во времени. Вернее, создатели Симпсонов-путешественники во времени, которые застряли в нашей с вами эпохе. У меня на канале уже выходили видеосюжеты про предполагаемых путешественников во времени. А в частности мы говорили Леонардо да Винчи. О таком великом известном художнике, изобретателе, философе и просто мега талантливым человеком, который опередил свое время на века вперед. Сейчас ролик вам вплывает в правом верхнем углу. Кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста. И также мы с вами обсудили другого интересного изобретателя, чье имя тоже вписано в историю. Но о нем меньше известно, чем о Леонардо да Винчи. Это Конрад Хасс, австро-румынский изобретатель, военный инженер. Он считается одним из родоначальников ракетостроения, вообще мирового. Это 16 век, напомню. Тогда вообще о космосе мало кто задумывался. А кто задумывался, тех пытались привлечь как-то вот, ну не очень хорошо. Там всякие костры, там и другие процедуры проводили с ними. Ну в общем, вам ссылочка тоже в правом верхнем углу. В описании будет ссылочка на все интересные сюжеты. Смотрите обязательно, кто не смотрел. А сейчас мы говорим о Симпсонах. И я уверен, что, повторюсь, они путешественники во времени. Вернее, их создатели. Да-да, я знаю, и ходит теория такая, байка по сети, конспирологическая. Сугубо просто желтая пресса, просто вообще абсолютно желтизна. Что якобы создатели Симпсонов состоят в тайном обществе в каком-то. Что вот они там программируют матрицу, предсказывают события наперед. Значит над нами так издеваются. Нет, друзья. Я уверен, что они действительно кто-то из них. Их было трое. Почему был? Один из них умер в 2015 году. Осталось сейчас двое оригинальных создателей Симпсонов. И вот кто-то из них реально был путешественником во времени. Застрявшим здесь, повторюсь. Потому что вот я посмотрел вкратце биографии всех троих. Мел Брукс, Мэтт Гроинг и Сэм Саймон. Сэм Саймон, который как раз трагически скончался в 2015 году. И вот мне очень интересная и понравилась биография Мэтт Гроинга. Она очень напоминает биографию Леонардо да Винчи и Конорда Хааса. Также небезызвестного советско-российского путешественника во времени, о котором писал небезызвестный Владимир Чернобров. Гайдучок. Очень схожи все биографии. А именно, что либо наш путешественник во времени рождается в многодетной семье. Опять же рождается, да. Либо его усыновляют. Но это ладно. Также там какая-то небольшая чехарда с именем. Посмотрите, пожалуйста, в Википедии. Прочитайте. Но опять же, это все очень поверхностно и так глубоко не копал. Если бы у меня была возможность там поработать с регистром американским, с американскими архивами, наверное, я бы больше накопал. Но так на скидку очень много совпадений, параллелей. Мэтт Гроин, как мне кажется, он, возможно, теоретически, есть тот самый путешественник во времени. Который застрял в 20 веке, ну и позднее просто с нами дожил до 21. И продолжает в нем жить и успешно создавать известный мультсериал. Почему я так уверен в том, что они никакие там не эмиссары тайного общества или вот этого мифического глобального предиктора. Вообще, друзья, я ненавижу конспирологию, если честно. Я опираюсь на научные факты и на факты. И поэтому мой канал изначально был интересен тем, что здесь мы отталкиваемся от того, что мы видим, от того, что можем пощупать. И дальше мы это анализируем. Ну это так, маленькая отступленица. Почему создатели Симпсонов или кто-то из них, или кто-то, кто им поставляет информацию, сценарии для новых сюжетов, путешественники во времени. Потому что очень многие предсказания сбывались до мельчайших деталей. Друзья, это невозможно как-то вот спрогнозировать или под это подогнать наш мир. Невозможно. Это просто вот они там были, они это видели, либо они это знали. О предсказаниях Симпсонов сделана куча сюжетов, куча роликов в интернете, в ютюбе вы найдете. Поэтому я не буду повторяться, лишь только кратко из них я расскажу. Основные. Основные, которые сбылись. Теракт США, взрыв башни Близнецов США, 9 сентября 2001 года. Война в Сирии, начало войны в Сирии, начало арабской весны. Строительство лондонского небоскреба Шарт или Осколок по-русски. Они предсказали это задолго до начала его строительства. Кстати, совсем недавно Симпсоны предсказали о том, что Биг Бен вскоре поменяет свой циферблат на цифровой. Посмотрим. Сейчас как раз его закрыли на реставрацию Биг Бен. Возможно, они окажутся снова правы. Пожар в Нотр-Даме, в соборе Парижской Богоматери. Они тоже предсказали это задолго до пожара. Встреча Трампа с королем Саудовской Аравии, с египетским президентом. Там тоже все предсказано до мельчайших деталей. И, кстати, именно эту картинку я решил вывести на обложку этого ролика, на заглушку. Потому что это просто удивительно, это поразительно, это невозможно спрогнозировать. Ну, конечно же, само президентство Трампа за 15 лет до его президентства. Тогда многие крутили в виска, говорили, что Симпсоны это шутят. Но нет, они там тоже все спрогнозировали. Практически предсказали до мельчайших деталей. Экономический кризис Греции 2012 года тоже предсказали. Ну, вернее, который продолжается, он такой растянутый. Он сейчас немножко заглох. Но началось все в 2012 году. Также они предсказали в точности коррупционный скандал FIFA и победу сборной Германии по футболу над бразильской командой и на Кубке мира в 2014 году. Это тоже невозможно было никак спрогнозировать, подстроить под это событие. И Симпсоны, создатели Симпсонов это знали, заранее знали. Я уже не говорю про смартфоны, про айфоны, про Apple Watch и другие гаджеты, которые тоже предсказаны в Симпсонах. Кстати, совсем недавно они предсказали появление летающих автомобилей к началу 2030-х годов. То есть ждать осталось совсем недолго, лет 10 примерно. И мы увидим в небе, возможно, если создатели Симпсонов нам действительно так предсказали, то мы скоро увидим летающие автомобили в небе. Кроме того, из научных прорывов они предсказали решение уравнения фирма, а также точное уравнение плотности Вселенной. И это, друзья, я повторюсь, это лишь немногие предсказания, которые уже сбылись, которые продолжают сбываться, и это поражает воображение. Ну и, конечно же, предсказания о пандемии, о том, что творится вокруг, было сделано еще аж в 93-м году. Друзья, мне кажется, Симпсонов стоит пересматривать и искать новые какие-то моменты, предсказания, потому что очень много всего упущено. Плюс закодировано. Я уверен, что создатели Симпсонов не все карты перед нами раскладывают, потому что некоторые просто вот поворотные моменты в сюжетах — это реперные точки, могут быть реперными точками в пространственном временном континууме. И если они, допустим, спрогнозируют их или дадут в эфир раньше какой-то определенной даты, какого-то определенного момента, то ход истории может пойти совсем другим путем. И никто не знает, скажется ли это хорошо или плохо на нашем будущем. Но вот интересные события, которые еще не предсказали Симпсоны, а вернее их создатели, но которые у нас заложены уже, так сказать, на ближайшее будущее. Как я уже упомянул, это смена циферблата на Биг Бене на цифровые часы, появление летающих автомобилей и самое интересное — возрождение Советского Союза, причем еще в больших границах, которые были до этого. Но в Симпсонах там стоит дата примерно 2024 год, и мы к нему приближаемся уже. Но, возможно, это будет позже, а может быть, это никогда не будет. Но судя по тем событиям, которые вокруг нас происходят, я имею в виду политико-экономическим и по новостной сводке, которую каждый день мы с вами читаем, то, возможно, у наших и не у наших правителей есть какие-то на это планы. Правда, я сомневаюсь, что пасту, выдавленную однажды из тюбика, можно загнать обратно в этот тюбик, хотя, в принципе, все возможно. И очень такое неприятное событие они предсказали. Глобальное потепление и всемирный потоп — тоже это было в одной из серий, где семья Симпсонов плавает то ли по затопленному Лос-Анджелесу, то ли по затопленному Нью-Йорку. То есть город полностью ушел под воду вместе с небоскребами и со всеми строениями. Возможно, действительно, они что-то знают и были в будущем. Друзья, конечно же, вы можете поспорить и пишите об этом в комментариях. Я буду рад с вами подискутировать, потому что, повторюсь, как я сказал в начале видео, что очень много версий, и все склоняются почему-то к этой версии, что они якобы там состоят в каком-то тайном обществе, создателей Симпсонов. Может быть и состоят, а может быть и нет. Я уверен, что они путешественники во времени, я повторюсь, застрявшие здесь, у них сломалась машина времени. И вот еще один довод в эту пользу, в пользу этой версии о том, что они путешественники во времени. Это другое их произведение, другой не менее известный и популярный мультсериал «Футурама». Да-да, друзья, именно «Футурама». Почему-то все пишут про Симпсонов, все снимают видео про Симпсонов, но все забывают про Футураму. А между тем создатели одни и те же. И там мы видим далекое будущее нашей Земли. Мы видим, что человечество уже общается с другими инопланетными расами, цивилизациями, спокойно с ними взаимодействует, изобретено уже там и лекарство какое-то от старения, ну и так далее, и так далее, и куча всяких там интересных технологий. И в одной из изначальных серий «Футурамы», когда мы видим, что главный персонаж просыпается от Крио-сна, который случайно заморозили в нашем времени. Ну, сейчас вы можете меня поправить в сюжетной линии. Я на самом деле мало смотрел «Футураму», и я не особый фанат этого мультсериала. Поэтому я так поверхностно ознакомился, но меня многое зацепило. И там, пока он спал в Крио-камере, на Земле произошло массу событий, техногенных катастроф, войн, также высадка пришельцев, попытка захвата Земли пришельцами, потом снова возрождение человечества, и вот это вот будущее, которое мы видим в «Футураме», оно наступило через несколько тысяч лет. И в принципе оно такое хорошее будущее. Понятно, что вряд ли мы до него доживем, но если кто из нас не уснет только в Крио-камере, случайно или намеренно, но остается верить, что оно таким и будет, таким добрым, забавным, хорошим, техногенным, технологичным, и что мы будем дружить с пришельцами, они будут с нами дружить, ну, по крайней мере, большинство из них. И будет межзвездная, межгалактическая торговля, мы сможем путешествовать между планетами, между галактиками, между звездными системами, просто жить и наслаждаться этой новой жизнью, технологиями. А о прошлом вспоминать, о котором мы сейчас живем, о нашем настоящем, как о каких-то дикарских временах, когда были политика, религия, какие-то разногласия на этой почве, глупые абсолютно разногласия, никому не нужные, распори политические, религиозные. Будем об этом все вспоминать в учебниках истории, причем я уверен, что эти учебники истории, в далеком будущем, этот момент истории, уже будут проходить в элементарной школе, в начальной школе. Но, как говорится, поживем увидим, а я уверен, что мы еще многое увидим интересного на нашем веку. Друзья, если вы не согласны с моей версией о Симпсонах, то пишите, пожалуйста, в комментарии, ставьте лайк, бейте колокол, чтобы вовремя приходили все уведомления. Не забывайте, пожалуйста, про Телеграм, не устаю это повторять. Даже если вам он не интересен, то вы хотя бы можете просто заглушить уведомления. И да, кстати, по многочисленным просьбам, я повторяюсь, я включил комментарии и в Телеграме. Теперь вы тоже там можете общаться, обмениваться ссылками, мнениями, и просто приятно проводить время в компании единомышленников. Потому что я не устаю это повторять, только вместе мы доберемся до истины. А кто утверждает, что он что-то знает один, то это либо психопат, либо шарлатан. Всем большое спасибо, друзья, всех обожаю. До новых встреч, а они будут уже скоро. Всем бодрости духа, всем позитива. Пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»